До старта масштабного обновления самарских дорог малыми и большими картами, а также комплексно, остаются считанные дни. Нужно дождаться, когда постоянные среднесуточные температуры воздуха установятся на отметке плюс 10 градусов. А пока в городе продолжается аварийно-ямочный ремонт. Эта мера считается поддерживающей, незаменимой в межсезонье. Специалисты поясняют, на прошлой неделе ремонт проезжей части пришлось приостановить. В течение трех дней шли сильные дожди. Но при первой же возможности его продолжили, чтобы привести локации в нормативное состояние. В переходный период, когда происходит несильное таяние, пока температура окружающего воздуха не достигла значения до 50 градусов, работа литым асфальтным бетоном фактически единственный способ устранять возникающий дефект на очень дорожной сети. На первом этапе рабочие готовят ямы к заливке. Важно аккуратно обрубить края, чтобы придать им правильную геометрическую форму. Также локацию очищают от пыли и грязи и при помощи компрессорного оборудования просушивают. После этого приезжает кохер, заливается смесью и огораживается колпачками. Температура 210 градусов должна придерживаться постоянно. Если чуть меньше, она застывает, идет плохо. Далее литая смесь разравнивается вручную. После того, как участок дороги подлечили, нужно подождать 15-20 минут, пока асфальтобетон застынет. В противном случае ремонт придется переделывать. Отремонтированную локацию временно огораживают дорожными конусами, устанавливают предупреждающие знаки. Все для того, чтобы привлечь внимание автомобилистов. Водителям, когда заливают ямы, не надо ездить по этим свежим, залитым. А то все толку. Строители делают, а мы сами, наоборот, выдавливаем. Сегодня рабочие приводят в нормативное состояние три участка дорог. Бригады направили на Северо-Восточную магистраль, улицы Промышленности и Георгия Ратнера. Перечень объектов улично-дорожной сети, требующих принятия неотложных мер, пополнился. Учитываются не только результаты обследования территорий и замечания, возникшие у профильного департамента и МБУ дорожное хозяйство, но и обращения горожан, а также предписания надзорных органов. К началу апреля в адресном списке насчитываются 98 объектов. Ранее из этого перечня на 47 участках необходимые работы были выполнены. На улицах Лесной, Циолковского, Карбышева, 22-го партсъезда, Осетинской, проспекте Кирова и многих других. Оставшиеся 48 объектов постепенно также будут охвачены поддерживающим ремонтом. Ксения Баканова, Игорь Казановский, События.